Юнуна и Авось – самая популярная рок-опера в нашей стране. Ее сюжет известен даже тем, кому не довелось побывать на советской еще постановке с великолепными Николаем Караченцевым и Еленой Шаниной. Итак, год 1806 – путешествие русского государственного деятеля Николая Рязанова в Калифорнию. Он несет в историческую атмосферу во времена графа Рязанова, во времена великих событий в России, в Российской империи, а несет огромную долю спектакль любви к родине и патриотизма. Вот это самое главное, что заложено в спектакль. Мы знаем эту рок-оперу как историю любви, трагичной, сильной, столкнувшейся с расставанием навсегда. В интерпретации донецкой труппы сильнее звучит мотив патриотизма и любви к родине. У меня прекрасная роль влюбленной женщины Кончиты, паригенки Калифорнийского края, которая соприкоснулась с великим русским миром в лице Рязанова и его команды. Калифорнийцев очень потрясла мощь, благородство, культурный фонд этих прекрасных людей. Играть в этой постановке – мечта для артиста, но еще и большая ответственность. У зрителя, пришедшего на юно, но и авось, непременно есть определенные ожидания. Много зрителей, которые сравнивают его с линкомом, с другими постановками, поэтому на нашем коллективе лежит большая ответственность. Судя по тому, что он у нас достаточно большое время ушел, этот спектакль идет. Всегда полный зал, овации. Мы справляемся на все 100%. 90 человек, 2 тонны декораций, 120 костюмов. С таким багажом Донецкая труппа проедет в рамках гастролей 3500 километров. Посетит Липецк и Тамбов, Владимир, Дзержинск и Чебоксары. В постановке использованы новейшие сценические технологии и визуальные спецэффекты. При создании спектакля восстановили технику ручной росписи панорамных задников. В качестве переднего проекционного экрана использовали уникальный тюль, специально созданный под задачи мус-драма в интерпретации Донецка. И, конечно, удивительный вокал. ПЕСНЯ Полный аншлаг, слезы на глазах зрителей, овации. Донецкая юноная авось на рязанской сцене произвела фурор. Тем более, что сегодня эта история от Донецка звучит по-особому щемящему. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город».